Глядя на мирно играющих детей на детских площадках, я часто задумываюсь о том, как же жилось детям в годы Великой Отечественной войны. Я, конечно же, читала книги и смотрела фильмы, но всегда стремилась познакомиться с людьми, пережившими нечеловеческие испытания голодом и холодом, страхом за близких. Наше знакомство с Ириной Андреевной Юрченко состоялось на школьном мероприятии. Меня глубоко тронул ее рассказ о детстве в период 1941-1945 годов. И я была рада тому, что Ирина Андреевна согласилась встретиться со мной дома. Своим детей нечем кормить, но страна на нас надеется. К нам привезли 12 стариков. Они были эвакуированы где-то недалеко из Ленинградской области. Уже молодых всех увезли, а это старики из дома престарелых. И вот когда шел их военный состав, немцы налетели и все вагоны пострадали. Кто мог, выскочил на улицу, лежали в этих сугробах, прятались. Ну так, многие старики были убиты, но кто-то остался. Я была в третьем классе, звеневой. Меня вызвали к директору. Я говорю, что ты же говорит? Ира, твое звено будет дежурить у Варвары Степановны. А комсомольцы будут приносить туда из лесной полосы, ну, ветки. В общем, все то, что пойдет топливо. Значит, нам было, у меня в звене было три мальчика и три девочки. Девочка и мальчик должны были прийти один день и что-то готовить и кормить эту женщину. А мальчики должны были топить. А комсомольцы дежурили по ночам. Ну, что лежит как гора вот такая. Вот она вся пухлая, как водянкой налитая. И она только глазами с нами так на нас смотрела и ничего не говорила. Наверное, дня четыре вообще ни одного слова не произносила. Ну, кормили. Так, наверное, прошло недели две. Уже через две недели она стала с нами говорить. Вот она рассказала, откуда она. И сказала, что у нее есть сын. Он служит на Балтике. Он офицер. Но, так как она все потеряла, у нее нет ни по его части номера, ничего она не может. Нему позвонить, написать ничего. Мы, значит, думали, думали и решили написать письмо. Ну, как писали, перевод. А мама подошла и спрашивала, что случилось. Мама, ну вот так Варвара Степановна сказала, что ее сын назвал Анатолий Петрович. А она не помнит, в какой он части. А куда мне написать это письмо? А она говорит, бери, дочка, конвертиком, как всегда, солдатское письмо. И напиши, Москва, Кремль, товарищу Сталину. А мне же подпиши, Большая Орловка, наша улица, номер и твоя фамилия, имя. Я так и сделала. Только не бросай почтовый ящик, отнеси председателю и скажи, что это очень важно. И расскажи, что это за письмо. Я месяца пришла. Пришло первое письмо от этого Анатолия. Это ее подняло впервые, она спустила ноги. Был урок математики. Вдруг директор приходит и говорит, Мария Ивановна, а это у нас быстро стройте на линейку класс, а жену Ирины ставьте перед классом. Мы быстро выскочили, построились. А среди них офицеры. Белая кокарда, белая кокарда, белые перчатки, тут кортик, морская форма. Ну и сразу директор стал рассказывать о нашей шефской помощи и предоставил ему слово. Он ничего не стал говорить, а сразу подошел ко мне и говорит, ты, Вера? Я говорю, да. Расцеловал с одной стороны и с другой. Вот. И всех нас, а это твое звено, да. Всех нас поцеловал. Потом подошел к комсомольцам, дал им честь, пожал руку им. Вот. И рассказал, как они воюют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова